МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Да будет свет. Столица Чувашии реконструирует сети наружного освещения. Квартирный вопрос. Премьер-министр Чувашии провел заседание по защите прав дольщиков. Сельский зоопарк. В республике строится экопоселение Зеленая усадьба. Главная политическая тема сегодня выступление главы Чувашии с отчетом о деятельности правительства за 2014 год перед депутатами Государственного совета. Михаил Игнатьев подчеркнул, что на экономику Чувашии повлияли и финансовый кризис, и санкции. Но, несмотря на это, в приоритете оставалось повышение качества жизни. На образование, здравоохранение, социальную политику, спорт и культуру в 2014 году направлено 32,7 миллиарда рублей, что составляет 68,5% всех расходов бюджета. Михаил Игнатьев отметил, что правительство Чувашии особое внимание уделяло выполнению майских указов президента России. На обеспечение роста заработной платы направлено 3 миллиарда. Хочу подчеркнуть, кабинет министра Чувашской республики выполнил все свои обязательства перед работниками бюджетной сферы и все утвержденные показатели по заработной плате. В результате принятых мер средняя заработная плата педагогов школ в республике к 2013 году выросла на 5,6% и составила 21 274 рубля, или 102% от средней заработной платы по республике. Заработная плата врачей выросла на 6,5% и составила 30 281 рубль. Рынок труда остается пока спокойным. Правительство приняло ряд дополнительных мер. По уровню регистрируемых безработных Чувашия занимает третье место среди субъектов ПФО. Что касается промышленности, то несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, в 2014 году индекс промпроизводства составил 104,5%. Неплохие результаты показали ряд предприятий Чувашии. На развитие производства выделено более миллиарда рублей. В республике сформирован план мероприятий по содействию импортозамещению на ближайшие три года. Планируется реализовать более 52 инвестиционных проект. В ближайшее время будет открыто дополнительно более трех тысяч рабочих мест. По словам главы Чувашии, прошедший год был экономически благоприятным для сельхозтоваропроизводителей. Почти 80% сельхозяйственных организаций закончили год с положительным балансом. Объем чистой прибыли составил 1,6 млрд рублей, что в два раза больше, чем было в 2013 году. В прошлом году индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйства составил 102,8%. Общий объем государственной поддержки агропромышленного комплекса за счет средств федерального и республиканского бюджетов практически не изменился и составил 2,4 млрд рублей. И конструируются и строятся объекты животноводства, овощехранилища, развиваются личные подворья. Правительство налаживает прямые поставки местной продукции в федеральной торговой сети. Впервые за долгие годы выросли темпы жилищного строительства, выделяются средства на обеспечение комфортным жильем ветеранов, детей-сирот, многодетных семей. Реализуется программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Текущий год будет непростым, отметил Михаил Игнатьев, но взятые на 2015 год социальные обязательства правительство намерено выполнить. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Сергей Рябчиков, Республика. Михаил Игнатьев также отметил, что в республике снизилась младенческая смертность. Материальная поддержка многодетных семей дает свой эффект. Растет количество занимающихся спортом. Сразу после доклада наша съемочная группа взяла комментарии у тех, кто в зале слушал отчет о работе Кабинета Министров. На самом деле очень было приятно присутствовать на данном мероприятии. Очень приятно было слышать отчет главы Чуварской Республики о деятельности Кабинета Министров Чуварской Республики. Видна положительная тенденция в развитии Чуварской Республики, несмотря на то, что мы находимся в сложный период для нашей страны. Но мы видим положительные стороны развития нашей республики. И мы верим, что тот курс, который выбран главой Чуварской Республики и той командой, он будет продолжаться. И 2015 год пройдет для нас только в положительных чертах. И вот сегодня в докладе прозвучало как раз то, что в рамках реализации федеральной целевой программы по строительству физкультурно-спортивных комплексов во всех городах и районах Чуварской Республики, она программа была завершена и эти ФСК были переданы на баланс спортивных школ. В нашем случае это послужило улучшением работы по отбору и поиску молодых талантливых спортсменов для подготовки, опять же повторюсь, спортивного резерва для сборных команд. Полное выступление главы Чувашии на сессии Государственного совета смотрите в эфире национального телевидения 22 апреля в 16 часов. В своем отчете Михаил Игнатьев подчеркнул, что в 2014 продолжилась модернизация системы образования. Образовательные учреждения Республики показали неплохие результаты. Например, Мусерминская школа Урмарского района вошла в список сотни лучших сельских школ. Школа стала лауреатом федерального конкурса «Лучшая сельская школа-2015». Итоги подводили в северной столице России, Санкт-Петербурге. Около 4000 школ, начиная от Владивостока и заканчивая Мурманском, соревновались за звание «Самый лучший». Лишь 100 из них смогли стать лауреатами конкурсом. В их число вошли и урмарские педагоги. Очень интересно было пообщаться с коллегами, слушать выступления. Каждый рассказывал про свою школу и каждый рассказывал про свои достижения. И у каждой школы есть свои особенности. У нас есть определенные достижения и нам есть что показать. И мы решили, что мы будем бороться на рамах со всеми. Учителя и школьники очень активно принимают участие в различных районных соревнованиях и конкурсах. Важный аспект – научно-практические конференции и предметные олимпиады. Ученики часто занимают призовые места. Мусерминская школа – одно из немногих учреждений, где специализируются на подготовке кадров для сельского хозяйства. Помимо диплома о среднем образовании, выпускники этой школы получают права от тракториста-машиниста. Что касается девушек, то у них есть возможность обучиться швейному делу. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Квартирный вопрос по-прежнему остается проблемным для некоторых жителей Чувашии. Премьер-министр Иван Моторин провел заседание рабочей группы по защите прав дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. По состоянию на текущий месяц в списке проблемных остаются два многоквартирных дома в Чебоксарах, а это 161 пострадавший участник строительства. По строящемуся дому на проспекте 9-й пятилетки заслушали доклад представителя строительной компании «Гарант» Минсаида Зейнуддинова, который рассказал о ходе работ на объекте. Чтобы сдать дом в установленные сроки в четвертом квартале текущего года, председатель правительства Иван Моторин рекомендовал застройщику организовать работы в две смены. Минстрою поручено провести проверку на месте и при необходимости направить соответствующие материалы в прокуратуру и правоохранительные органы республики. Вторым долгостроем на проспекте тракторостроителей занимается строительно-монтажное управление номер 58. Здесь без жилья остались более 80 участников долевого строительства. Проблема заключается не только в нарушении сроков работ, но и в постоянном росте цен за квадратный метр жилья, что, по словам председателя правительства, недопустимо в отношении дольщиков. У нас есть надзорный орган, кто обязан надзирать за долевым строительством. Это Министерство строительства. Вот в рамках решения нашей рабочей группы, Олег Иванович, приказом своим оформляйте, согласовывайтесь с прокуратурой и проводите, если плановое, значит плановое, если не плановое, значит по согласованию проверку. На заседании были рассмотрены и другие вопросы строительства в городе Чебоксара. Как сейчас, так и в дальнейшем решение проблем будет находиться на постоянном особом контроле правительства республики. Александр Гаврилов, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня свой день рождения отмечает митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. В день своего 84-летия он принял поздравление от главы республики Михаила Игнатьева. В резиденции митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы глава Чуваши преподнес архипасторю букет цветов и подарочное здание Московский Кремль, отметив, что церковь и государство пребывают в добром соработничестве друг с другом. Михаил Игнатьев рассказал митрополиту об итогах прошедшего года и заверил, что руководство республики приложит все усилия для улучшения качества жизни людей региона. В свою очередь, митрополит поблагодарил Михаила Игнатьева за поздравление и выразил надежду, что правительство республики и дальше будет нести свое служение на благо людей Чувашии. Александр Гаврилов, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня же глава Чувашии встретился с народным артистом Советского Союза Иосифом Кобзоном. Он приехал с Чебоксары с концертом, который сейчас проходит во дворце трактора строителей. Известный эстрадный певец вспомнил и о своем первом приезде в Чувашскую столицу. Об этом на встрече он рассказал Михаилу Игнатьеву. Подробности в следующем материале. Иосиф Кобзон прекрасно помнит свой первый визит в Чебоксары. Выпускник института имени Гнесиных, лауреат престижных конкурсов, приехал в столицу республики еще на заре эстрадной карьеры в 1962 году. Это был его первый гастрольный тур. Тогда народный артист объездил все великие стройки Советского Союза. Признается, что Чебоксары и в то время произвели на него большое впечатление. Сейчас, добавляет Кобзон, город развивается успешно. И это невозможно не заметить. Меня сводили на смотровую площадку, показали мне весь город, показали Волгу. С гордостью рассказывали о городе, что идет строительство. Пригласили на открытие замечательного культурного центра, культурно-спортивного 3 июня. Так что уже мне нужно фиксировать. То, что здесь происходит, это как раз тот пример, как можно и как нужно любить свое Отечество, свою Чевашу и свою Россию. Сейчас, отмечает Иосиф Кобзон, в молодежной среде необходимо популяризировать истинные культурные ценности. Для народного артиста эти вопросы выходят на первый план. В Государственной Думе он уже не первый год возглавляет комитет по культуре. Если руководство региона уделяет внимание культуре, регион развивается. Даже если у него финансовое положение не самое лучшее. Последнее отрывают, отдают на культуру и на спорт. Потому что мой любимый афоризм, он был морально устойчив, несмотря на то, что физически здоров. Михаил Игнатьев рассказал народному артисту, что для развития этой отрасли Чувашия делает многое. На селе каждый год открываются новые учреждения культуры, поддерживают в республике и художественные коллективы. На 100 человек в среднем строим сейчас новые клубные учреждения. По стоимости они на пределах максимум 20-25 миллионов рублей. Это для села, чтобы людей отрывать от компьютера, от телевизора домашнего, чтобы люди приходили общаться. Но все зависит и от того, на каких примерах будет воспитываться молодежь. По-настоящему достойных героев в стране немало. На встрече с главой республики Иосиф Кобзон вспомнил о своем близком друге Андрияне Николаеве. Народный артист был знаком со всеми членами того самого первого отряда космонавтов. И теперь свой каждый концерт он посвящает именно им. Медриковалев, Эндрис Передонов, Республика. Сегодня в Чебоксарах состоялось открытие мемориальной доски в память о Михаиле Гендельмане. Человеки, благодаря которому большинство населенных пунктов Чуваши имеют работоспособные коммуникации и благоустройства. Дальновидный начальник, эффективный управленец. Так можно сказать про Михаила Гендельмана. Участник Великой Отечественной войны. После ее окончания он нашел себя в жилищно-коммунальном хозяйстве. Заслуженный строитель РСФСР и Чувашской АССР. Михаил Исакович проработал руководителем ТРЭСа Чуваширимстрой более 40 лет. Идем мы по улице. На этом доме 9 мемориальных досок. А я знаю, что Михаил Исакович жил в этом доме. А как же его нет? Так же не должно быть. Вот с тех пор этот мэн закрутился, мы обратились в администрацию города. Они разрешили доску поставить. Мы это все дело организовали. Мы его уважаем, любим. И хотим, чтобы на этом доме была доска мемориальная. Чтобы люди приходящие, проходящие смотрели, видели, что в этом доме был такой замечательный человек. Чуваширимстрой во главе с Михаилом Гиндельманом занимался капитальным ремонтом жилищного фонда, строительством, ремонтом дорог, благоустройством территорий и озеленением улиц. У ТРЭСа даже был собственный участок, где выращивались саженцы деревьев и кустарников. Михаил Сакович Гиндельман отдавал благоустройству города все свое свободное время и энергию. И именно благодаря ему столице республики появились такие места, как сквер Чапаева, театральная набережная, площадь республики и сквер перед национальной библиотекой, которые впоследствии стали визитной карточкой нашего города. Да будет свет! В Чебоксарах продолжают строить и реконструировать сети наружного освещения. В прошлом году уличные фонари были установлены в более чем 30 городских дворах. Каковы планы на этот год, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Раньше жителям этого дома приходилось освещать свой путь до подъезда фонариками. Вокруг царила кромешная темнота. Теперь их двор будут озарять две мощные лампы, бетонные опоры и фонари на улице. Установили в прошлом году. Раньше, конечно, темно было ходить. Тут бабушки ходят, маленькие дети ходят, дедушки ходят. Конечно, сейчас мы рады. Спасибо. Сейчас светло стало. Жить хочется. Верим к лучшему. В столице республики благоустраивают и другие улицы. Только в прошлом году закупили более 500 новых ламп. Светлее стало не только во дворах, но и на территориях стадионов и школ. Все последние вот эти школы, у нас кадетская школа, третья, шестер, третья школа, пятаччетвертая школа, где остались вот эти школы без освещения, полностью выполнены. И в настоящее время все школы освещаются. И вот эти освещения первые на баланс к городу и обслуживаются предприятием Горсвета. Сейчас в Чебоксарах проводят свет по самым проблемным адресам. В этот список попали и многие дворы советского периода, там, где уличных фонарей не было предусмотрено изначально. Здесь приходится устанавливать не только новые опоры, но и специальные шкафы. На шести объектах не было вообще уличного освещения, не было даже куда подключаться там никогда. Пришлось устанавливать шкафы уличного освещения, управление уличным освещением, и объекты были введены. Старые застройки, вот дома старой застройки, они почему-то сдавались без наружного освещения. И поэтому вот эти объекты, администрация обо всех объектах знает, обо всех адресах, все адреса известны. И постепенно будем эти вопросы решать. Здесь очень много коммуникаций, деревья очень много. Пришлось тут ветки перейти, по коммуникациям очень много разбирались, потому что некуда ставить внизу, очень много коммуникаций. Из-за этого технически сложно было. В этом году в каждом районе города на остановку уличных фонарей выделят более трех миллионов рублей. Подрядчики уже определены, работы начнутся в ближайшее время. Митрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Бизнес на селе. Для кого-то это просто слова, а для кого-то вполне реальный проект. Причем для этого вовсе не обязательно быть деревенским жителем. При желании и горожане могут добиться в многого. В деревне Кадикасы Маргаушского района идет активная работа по строительству экопоселения «Зеленая усадьба». Тему продолжит Мария Шоклева. Еще пять лет назад на этом месте в деревне Кадикасы стояла разрушенная молочная ферма. Но землю приобрела семья Горбатиных. И тут появились ресторан, гостиница, баня, теплица. Есть даже собственный зоопарк. Козы, кролики, куры разных пород, фазаны, цесарки чувствуют себя здесь вполне комфортно. Во-первых, это красиво. Наш зоопарк, он сельский. В сравнении с иными зоопарками, наверное, он не такой большой, обширный и красивый. Хотя в Чувашии, наверное, это единственный подобный сельский зоопарк. Зоопарк, в первую очередь, он для души. И, помимо прочего, к нам в наше экопоселение приезжают дети, зачастую, и детям интересно познакомиться с животными. И не только городским детям, но даже деревенские дети, приходя к нам, удивляются, какие разные бывают птицы. Экскурсии по зоопарку для гостей комплекса проводит старшая дочка Михаила. Заботиться и играть с животными ей очень нравится. А это карликовые курочки. Самые маленькие в нашем зоопарке. О, смотрите, яйцо свисли. А вы едите эти яйца? Конечно, они очень вкусные. А это цесарка. У них диетическое мясо. Они нам в огороде помогают тем, что колорадских жуков с картошки едят. Хорошая птичка. Из козьего молока тут делают сыр. Яйца, мясо птицы кроликов всегда нужны на кухне ресторана. Блюда, в том числе и национальные, готовит жена Михаила. Она же следит за порядком в гостинице. Пока в эко-поселение приезжают друзья и знакомые Горбатиных. Но все только начинается. Мы, наверное, смогли бы запуститься гораздо быстрее, все наши объекты запустить раньше, если бы власть нас, скажем так, местно полностью поддерживала в реализации. Но, может быть, здесь как раз вопросы связаны с тем, что власти не совсем доверяют каким-то новым инвесторам. Вот сейчас, когда мы на этой земле практически пятый год реализуем проект и подошли уже к тому, что мы принимаем гостей и рады видеть гостей, к нам отношение изменилось. Вот, в частности, я уже говорил, что мы в 2014 году вошли в федеральную программу по туризму. Ну, как раз-то и говорит о том, что государство поняло необходимость реализации нашего проекта и оказывает нам поддержку. Сейчас эко-поселение «Зеленая усадьба» – это 7 гектаров земли, на которой совсем скоро вырастут коттеджи, гостевые дома, таунхаусы. Уже к этой зиме тут планируют организовать горнолыжную трассу с подъемником. И любители зимних видов спорта наконец-то смогут отдыхать на территории родной республики. Мария Шоклева, Николай Яковлев, Республика. В столице республики подвели итоги республиканского конкурса художественного слова имени Веры Кузьминой. На поэтическом вечере побывала и наша съемочная группа. В исполнении конкурсантов прозвучало огромное количество произведений на русском и чувашском языках. Лучшие чтецы приняли участие в итоговом концерте. Артем Вавилов подготовил отрывок из повести Михаила Шолохова «Судьба человека». За пять дней уже так, с повторением уже все выучил. Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть. Конкурс художественного слова состоялся впервые и собрал немало любителей литературы – чтецов, поэтов и писателей. Участников разделили на четыре возрастные категории в двух направлениях – проза и поэзия. Самые талантливые получили памятные грамоты и дипломы. Цель этого конкурса состояла в том, чтобы объединить этих детей, чтобы эта любовь к литературе у них не только зародилась, но и развивалась. Не это ли цель года литературы? Этот конкурс художественного слова имени народной артистки СССР Вера Кузьминична Кузьминой должен быть традиционным, ежегодным, потому что уже этот конкурс имеет свою значимость. Как отмечают организаторы, такие конкурсы дают возможность чтецам не только проявить свои творческие способности, но и о развитиях. В планах сделать этот конкурс межрегиональным, а потом и всероссийским. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. Семь отличников на несколько сотен участников. Таковы первые результаты тотального диктанта в Чувашии. Акция проверки знаний русского языка стартовала по всей стране 18 апреля. В Чувашии в этом году диктант написали порядка 400 человек. Сегодня интернет-проект «На связи» опубликовал первые результаты, согласно которым семь человек получили пятерки. Это на пять человек больше, чем в прошлом году. Ознакомиться со своими результатами можно на сайте totaldict.ru. Для этого достаточно ввести кодовое слово, которое было указано в бланке. Также ознакомиться со своими работами можно будет в Чебоксарах 23 и 24 апреля в новом корпусе ЧГУ. А в Новочебоксарске 23 апреля в гимназии номер 6. Кстати, 24 апреля жители региона смогут проверить свои знания чувашского языка. Тотальный диктант на чувашском языке проведут на трех площадках. В ЧГПУ имени Яковлева, Институте гуманитарных наук и Чебоксарском педколледже имени Никольского. В чувашском медиапространстве стартует новый проект-телепрограмма «Наша республика. Главная тема». Передача необычна тем, что для ее подготовки объединились сразу три ведущих средства массовой информации. ГТРК «Чувашия», национальная телерадиокомпания «Чувашия» и газета «Советская Чувашия». В премьерном выпуске речь пойдет о том, почему в республике так много внимания уделяется развитию массового спорта и физической культуры. Какие технологии используются для привлечения населения к здоровому образу жизни, чего уже удалось достигнуть и каковы планы на ближайшую перспективу. В качестве основного эксперта в программе принимают участие глава «Чувашия» Михаил Игнатьев. Смотрите первый выпуск телепрограммы «Наша республика. Главная тема» сегодня, 21 апреля. В региональном эфире канала «Россия-24» в 19.30 и на нашем телеканале в 20.30. Таким был этот вторник глазами корреспондентов национального телевидения «Чувашия». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин